Здравствуйте, коллеги! Сегодня я вам расскажу про Vue.js для тех, кто не знает, что такое Vue.js и как интегрировать его с Bittrex Framework для тех, кто знает, что такое Vue.js. Расскажу коротко о Vue, основные плюшки и почему вы должны обратить на него внимание. Как вы знаете, Vue — это open source, и все в мире open source мерится звездочками на GitHub. Можете посмотреть, сколько звездочек сейчас есть у Vue, у React и Angular, и понять, что Vue на самом деле не какой-то аутсайдер, а находится достаточно популярный инструмент сейчас у разработчиков. Использовать Vue достаточно просто. У него очень простой вход, простая документация. Вам не нужно настраивать транспиляторы, конфигураторы, делать какое-то окружение. Вы просто подключаете Vue, и код уже работает. В нем, естественно, сочетаются как плюсы React, так и Angular с его простыми шаблонами. Фреймворку уже 5 лет, то есть он прошел это обстановление, уже не страшно его подключать, боясь, что завтра он перестанет работать. Ключевые аспекты — это простой вход, не нужно настраивать окружение, и отличная документация, в том числе на русском языке. Что такое Vue? Когда мы говорим про такие фреймворки, как Vue, React, самое главное — это скорость рендеринга. За счет чего достигается его скорость? Это реально быстрее, чем вы будете использовать голый дом. Вот дом-дерево, есть элементы, есть несколько вложенных элементов и так далее. Представим, что вам нужно изменить в начале дерева и в конце этой ветки элемент. Как это работает в обычном доме? То есть вы сначала меняете какой-то элемент, потом следующий. Браузер сделает два прохода. Сначала он поменяет верхний и все, что в нем вложено, а потом поменяет вложенный элемент, потому что вы его сделали позже. Если мы говорим про такие фреймворки, как Vue или React, то в нем существует концепция Virtual DOM. Суть ее в том, что она накапливает изменения и применяет их пачками. Это достаточно обобщенно говорить. Соответственно, если вы поменяете два элемента, то Virtual DOM будет знать про это и поменяет их сразу в один проход. Он вообще постарается даже не пересоздавать элементы, если можно обойтись просто с сменой свойств. За счет этого получается достаточно высокая скорость рендеринга. Разделение представлений и логики. Вам не нужно теперь использовать все в одном большом JS, писать там и верстку, и логику, и форы, и так далее. Вы разделяете это по современным концепциям. В модель уйдет бизнес-логика и данные. В представление Vue выйдет визуальное представление и верстка. И это отличается от классического MVC. Появляется Vue-модель. Почему появляется Vue-модель и нельзя использовать обычный MVC? Потому что в Vue можно менять модели, данные из верстки. То есть вы делаете какое-то изменение, нажимаете на какую-то кнопку, и данные могут поменяться. Поэтому для этого используется концепция MVVM. Давайте посмотрим на классический, обычный Hello World, как использовать Vue. У вас будет нодок, где будет рендериться Vue. Вы подключаете сам Vue.js. И, собственно, вот такой простой код, который не требует никакой транспирации и работает прямо в браузере Just-in-Time. Это достаточно просто. Минимальный набор заданий, чтобы вы могли работать с Vue, вам необходимо следующее. Как показывать переменную в шаблоне, как показывать элементы в зависимости от условий, показывать циклы, коллекцию элементов, и как взаимодействовать между представлением и логикой. Перемены в шаблоне достаточно просто. Вы указываете в data или props какие-то переменные и вставляете их в ваш шаблон в формате мустаж. Если вы делаете условные какие-то конструкции, то опять же в шаблоне в зависимости от переменных вы показываете либо одно значение, либо другое. Примерно такая же схема работает с циклами. Вы указываете Vue for, и этот элемент повторяется много-много раз. Синтексис такой же, как в ES6 for off. Взаимодействовать между представлением и логикой тут уже немножко сложнее, но суть такая же. В самом шаблоне вы указываете на том элементе, который хотите, чтобы взаимодействовал, указываете события, в нашем случае клик, и функция, которая будет выполнена. Внутри Vue в методах вы указываете эту функцию и что она будет делать. В Vue существуют также вычисляемые свойства. Это такие переменные, которые можно вставить в шаблон, которые будут автоматически пересобираться при изменении данных. Благодаря этому в нашей функции мы увеличиваем индекс слайда, смотрим, есть ли такой слайд в коллекции, если есть, оставляем этот индекс, если нет, переключаемся на ноль. Ну и, соответственно, вычисляемые свойства просто показывают этот текст всегда в таком формате. В итоге, как показывается на вот этом скриншоте, который я вам не запустил, наверное, но там все время все менялось. Элегантность шаблона. Посмотрите на шаблон Vue. Тут достаточно просто. Если даже вы знаете буквально пару тегов, как это все работает, то есть вы знаете, что такое if, for, else, то в принципе обычный веб-технолог может понять, что здесь находится. Давайте посмотрим на шаблон ближайшего конкурента. Согласитесь, первое будет сильно проще. Современные фреймворки, они все компонентно ориентированы. Это значит, что при создании какого-то большого сложного приложения вы можете разбить свою какую-то сущность на много компонентов и повторно использовать их в разных частях вашего кода. Вот наш код, который мы показывали на предыдущем слайде. Монолитный. Здесь все очень просто. Работает Vue. Сразу здесь все данные, и он отрисовывает. Давайте разобьем его на компоненты. Получается следующее. Мы выносим в компонент presentation только ту часть, которая отвечает за отрисовку, а все данные остаются где-то в другом месте. В нашем случае это в конструкторе. Тем самым мы этот компонент можем повторно использовать, при этом данные в нем не хранятся, и все работает. Хотя кажется, что слева кода меньше, на самом деле в проекте кода будет меньше справа, потому что это будет повторное переиспользование, и вы не будете два раза писать одно и то же. Сложная тема. Что такое Vuex? Тут проще, на самом деле, рассказать на примерах. Давайте представим. Вот ваше дерево компонентов. Есть компонент 1, 2 и 3. В каждом из этих компонентов используется имя и должность. Если, допустим, в первом элементе вы запрашиваете какое-то обновление, и вы получаете новое имя и должность. Как это работает через Пыти, то есть через классические инструменты Vue? Первый компонент говорит вышестоящему, вышестоящий, вышестоящему, и так далее спускаемся до нужных вам компонентов. Какие здесь могут быть проблемы? Ну, во-первых, это очень много вспытий, это в любом случае время. Во-вторых, вам обязательно нужно не потерять никого в цепочке данных, иначе данные просто от данного компонента до другого не дойдут. Как это решать? Для этого существует библиотека Vuex. Это внешнее хранилище данных. Вы данные храните уже не в самом Vue, а храните в его отдельном хранилище. Тем самым, как только в компоненте 1 придут какие-то новые данные, вы эти данные не отправляете всем компонентам, а говорите, что обновите данные в базе, и база тогда уже обновляет все остальные. То же самое работает, если это инициализируете из другого компонента. Как это работает? Как только вы хотите показать элементы из базы данных в каком-то компоненте, вы оставляете ссылку в базе данных, и база данных знает, какие компоненты нужно будет обновлять при изменении. Когда нужно начинать использовать Vuex? Автор редакса, в принципе, очень четко объяснил, как и когда стоит это делать. Пока вы не почувствуете всю боль обновления через пыти, вы просто не поймете, зачем вам Vuex. Поэтому, в принципе, с опытом вы все равно к этому придете. Но это все слова. Давайте проще на каких-то примерах. Вот наш новый виджет. Он, кстати, полностью написан на Vue. И здесь есть компонент смайлов. В нем есть галереи, смайлы. Эти данные больше нигде никому не нужны. Соответственно, хранить их где-то в внешней базе, но бессмысленно. Все равно к ним нет никакого обращения. Поэтому в этом случае лучше хранить эти данные в компоненте Vue. Но есть наш чатик, который тоже мы собираемся в следующем релизе полностью обновить. Будет модный, современный, красивый. Смотрите, здесь у нас есть три компонента, грубо говоря. Список контактов, шапка и телосообщение. В каждом из этих компонентов есть марта, это аватарка, имя и должность. Как только вы поменяете данные, вам нужно будет ходить и раскидывать события, что поменяй, поменяй, поменяй. А если, допустим, какой-то разработчик сделает правую панель и вынесет аватарку туда, а если он забудет добавить это в общий класс, который будет все это обновлять, это все неудобно поддерживать. Поэтому все имена, все пользователи хранятся в отдельном хранилище. И вы просто их выводите оттуда. И автоматически, как только меняются данные в хранилище, поменяется везде. Вам не нужно будет думать, где и кто, и как их используют. Перейдем к части, которая касается Bittrex Framework. Дальше я буду говорить много всего, что мы сделали вокруг Vue. И, естественно, вы спросите про документацию. Она уже есть? Она уже доступна? И доступна по вот этой ссылке. Вы можете зайти, почитать, посмотреть. Все примеры есть. Все, что я рассказываю, практически все уже есть, а все, что нет, появятся в ближайшие несколько недель. Сейчас они на вычетке. Это же не современно. Там красивая ссылка. Видите, я постарался, сделал красивую ссылку. Спрашивают, где QR-код здесь? Вот это предыдущая версия QR-кода называется «Перебивайте руками». Что доступно в нашей реализации? Вообще мы не меняли Vue. Но это неблагодарное дело, это бессмысленно. Мы его добавили к нам в продукт, в Model UI. Вот список того, что сейчас в нем есть. В нем есть Vue, в нем Vuex, Vue Rooter. Ну и наши директивы, компоненты и несколько утилит, которые помогут вам разрабатывать. Как все это подключать? Володя в предыдущем докладе рассказывал, но я повторю. Вы можете это сделать либо в Bittrex Code JS расширениях, указав зависимость UIVue, либо на странице через специальный метод PHP, либо в рантайме прямо из браузера, может даже в консоли браузера, вызвать загрузку этого экстеншена, либо в ES коде, который будет транспирироваться с помощью Bittrex JS CLI. Вот таким красивым видом import Vue from UIVue. Ну и естественно, когда вы используете Vue, те, кто уже работал, Vue предоставляет огромное количество отладочной информации. По умолчанию в production версии она вся выключена, вы не сможете это все увидеть. Но если вы в PHP интерфейс добавите вот эту красивую строку, то вся эта отладочная информация будет вам показываться. Как получить доступ к Vue, к тому расширению, которое мы подключили? Если это ES5 или вызов из браузера, вам ко всем функциям Vue, которые существуют в официальной документации, надо добавлять слово BX. Я чуть позже объясню, почему именно так. Единственное отличие создания нового экземпляра. Вам писать надо будет не new view, а BX view create. Ну и в ES6 это все выглядит вообще очень красиво. Даже BX не надо будет добавлять. Пишите import Vue from UIVue, и там не будет никакого префикса BX. Ну и создание тоже здесь поменяется. Вместо new view будет view create. Почему вызов отличается? Мы решили создать вокруг окружения Vue безопасную управляемую среду. Зачем это нужно? Во-первых, если мы разрабатываем какие-нибудь приложения, мы разрабатываем их под какую-то версию, и это работает. Потом выходит версия какая-нибудь более свежая, и ваши приложения просто упадут, потому что не всегда бывает совместимость у самой библиотеки Vue. Мы хотим от этого избавиться, и мы будем создавать вот этих BX view столько, сколько будет версий. То есть если мы сейчас разрабатываем на второй версии, это BX view, как только выйдет третья версия, это, наверное, будет летом, будет называться BX view 3. Тем самым вы сможете работать и со второй версии, и в третьей, даже в рамках одной страницы, потому что само Vue мы не записываем в Windows. Она будет обособлена и будет работать только в рамках нашего BX. Соответственно, вы можете, как вы хотите, даже версию подключить на страницу отдельно, и наша при этом будет работать. Также мы столкнулись, мы написали уже новый виджет, модный, современный, и начали распространять по тысяче сайтов людей. А у них бывает всякое разное. Они там, у кого Vue первой версии я даже нашел, там версия 1.5, и, соответственно, наш виджет не работал, потому что мы хотели 2.5, а там уже был какой-то 2.1. И благодаря тому, что мы их сейчас все засунули внутрь, такой проблем не будет, мы всегда будем работать с той версией, которую мы поставляем в продукте, не меняя версию, которая у клиента. Ну, так про то, что я говорил, что после выхода третьей вы сможете одновременно работать. Единственное, что в приложении, где вы используете Vue 2, вы не вставите приложение из Vue 3. Но в третьей версии вторую вы сможете использовать. Кроме этого, вы получаете возможность использовать все плюсы платформы. Это наша локализация, возможность наследовать и мутировать компоненты Vue, которые нет в штатной поставке, глобальная решена событий, чтобы можно было взаимодействовать между разными приложениями, ну и компоненты, утилиты, которые были созданы специально для нашей платформы, в том числе и наши расширения, такие как Rest, Pool и так далее. Вот так выглядит этот экстеншен. Соответственно, здесь уже новая версия, которая транспортируется. По вот этой ссылочке вы можете скачать пример, посмотреть, как это будет работать. В данном экстеншене здесь мы сразу добавляем модель данных, то есть здесь Vuex, application, компоненты, CSS, и посмотреть, как все это взаимодействует. И как мы видим, должны распространяться Vue экстеншены в нашем окружении Bittrex Framework. Вот этот файлик будет делать вот такой простой компонент, который будет добавлять список файлов. После рефреша он будет автоматически восстанавливать данные, он здесь поддерживает сохранение в локальную базу пользователя. В общем, красота нечеловеческая. Локализации. Как вы знаете, в Bittrex Framework все наши локализации хранятся в одном едином массиве в VX Message. Это огромная портянка фраз. И если вы засунете ее во Vue, то каждый компонент Vue будет огромен. Для этого мы сделали helper, который фильтрует фразы из VX Message по префиксу, который вам только надо, и добавляет во Vue только то, что требуется конкретно в вашем экстеншене. Он, соответственно, убирает у нее мгновенные изменения через Object Freeze. То есть это очень хорошо, быстро и легко будет интегрироваться в ваше приложение. Соответственно, здесь все локализации, русский, английский, все, что у вас есть, если вы это используете, будет работать. Глобальная шина событий. То есть если у вас есть два приложения, допустим, чат и, допустим, таймлайн в CRM. Это два, по сути, приложения, два аппликейшн в понятии Vue. Между ними вы не сможете коммуницировать через базовые события, которые есть. Для этого у нас есть Vue Event, который глобален для всего проекта, и вы сможете раскидывать разные сообщения из одной части в другую, если вам это потребуется. Самое интересное — наследование компонентов. У нас, ну и вы можете задавать какие-то компоненты, и эти компоненты, возможно, вас полностью будут в чем-то устраивать. Ну, допустим, данные они правильно обрабатывают, методы у них все правильные, но вам не нравится какой-то шаблон. Вы можете склонировать компонент, указать, как будет называться новый, как называется источник, и поменять в нем шаблон. При этом все остальные его данные останутся теми, которые были предусмотрены предыдущим разработчикам. Давайте на примере. Есть простой компонент, который выводит цифры от 10 до 1 в обратном порядке. Вам все нравится, но единственное, что он же белый, не современный, вы хотите, чтобы он был с цветами. Вы клонируете компонент и меняете шаблон. Этот шаблон работает с теми же данными, с теми же методами, что и оригинальный, но для этого использует свой шаблон, и мы получаем вот такую красоту. Вот эта часть кастомизации компонентов больше подходит вам, партнерам, на самом деле, чем клонирование. Давайте представим ситуацию. У нас есть вот наш красивый виджет онлайн-чата. Как было раньше. Мы все написали на JS, поставили в продукт, и вы ничего не поменяете без изменения ядра. Это реально боль. Любое изменение перетрет ваше. С помощью кастомизации компонентов вы можете сделать следующим образом. Вы указываете, какой компонент вы хотите кастомизировать, что в нем поменять. Это может быть функция или шаблон. И не будет изменяться исходный код, поменяются только данные на лету, когда будет это все рендериться. Соответственно, вы можете добавить этот mutate-компонент в шаблон сайта даже до определения оригинального, который придет позже. И это будет работать. Давайте опять посмотрим на нашем компоненте, который показывал цифры. В этом случае мы не только меняем шаблон, но и добавляем свои методы. Соответственно, от старого компонента остались данные и какая-то подготовка, которая потом выводится в шаблоне. Мы используем свое вычисляемое свойство, которое в случайном порядке выявить цифры и поменяли шаблон. Но это такой пример. На самом деле вы можете… Вот есть виджет, вам не нравится шапка или вам не нравится форма, которая там выскакивает, имя, e-mail и телефон. Вы хотите, чтобы там было только имя. Или вообще не хотите, чтобы его было. Вы просто убираете шаблон, и он не выскакивает. Это самые такие простые примеры, как это можно использовать. Что можно менять? Менять можно абсолютно все, что предоставляет view. Это параметры, дата, методы, вычисляемые свойства, шаблоны и так далее. Предыдущие значения тоже доступны с префиксом parent. Если у вас был какой-то оригинальный метод сентекст, вы можете его переопределить и вызвать предыдущий через parent. Он будет называться parent сентекст. То же самое работает с шаблоном. Вы можете делать какие-то обертки над нормальным шаблоном, над классическим, которым был в компоненте, добавлять что-то свое. При этом все, что было в основном в компоненте, тоже будет выгодно, если вы укажете в шаблоне вот такую константу. В документации есть примеры, больше примеров, чем я вам показал, но работает это следующим образом. Был метод сентекст. Вас полностью устраивает, как он работает, но вы хотите, чтобы там текст обрамлялся в какие-нибудь скобочки. Ну, может быть, это смайлы будут или еще что-то такое. И вызываете оригинальный метод, который как-то там работает, как черный ящик. И, соответственно, это все работает. Так вы добавляете дополнительные данные, которые были, то есть берете оригинальные данные, добавляете свои, ну и шаблон, соответственно. Утилиты. Это все хорошо. Можно кастомизировать, мутировать и так далее. Но давайте про разработку. В UX у нас есть очень много разных баз данных. Вот посмотрите, вот это база данных для нашего нового мобильного чата. Здесь есть само приложение, это его состояние, есть список сообщений, есть диалоги, файлы, юзеры и так далее. Мы же все хотим, чтобы эти данные были доступны сразу. То есть если что-то их наполнило, то после перезагрузки страницы они были доступны сразу. Оффлайн наше приложение обычное. Вот этот Vue в UX Builder позволяет организовать автоматическое сохранение в базу и автоматическое считывание обратно. Кроме этого, весь синтаксис Vue Store будет основан на классах. Вы укажете мутации, укажете экшены и так далее. Возможно, задание по значению по умолчанию это те данные, которые будут при инициализации. Их можно будет динамически менять от зависимости от требований приложения через Set Variables. Вы сможете использовать локальную базу данных и возможность сброса данных всех на начальное значение. Vue External DevTools. Хоть DevTools доступны для Firefox и для Chrome, вы можете разрабатывать, например, в Safari, где недоступен этот экстеншен. Вы можете разрабатывать для десктоп-приложения или мобильного приложения. И вы не хотите терять возможность менять и проверять, какие данные сейчас в Vue находятся. Для этого есть Vue External DevTools. Вы можете скачать и использовать. В чем заключается наша обертка для его вызова? Там нужно определить несколько констант, нужно их вызвать, сконфигурировать и так далее. Базово там нужно даже прописать localhost и прочее. Чтобы все это не делать, вы можете в Dev-режиме, если вы поставили константу, вызовите BXViewDevToolsConnect и автоматически ваше мобильное приложение подключится к отладчику. Если у вас какие-то другие адреса, вы можете написать в коннекте 192-168, и тогда мобильное приложение или десктоп-приложение будет подключено к этому удаленному отладчику. В целом можно сказать, что Vue.js у нас называется BXVue. Кто мог подумать? Документация уже доступна. Вы можете полистать, посмотреть. Там есть горячие примеры. Если какие-то вопросы у вас будут, вы можете писать в Facebook мне, задавать или через нашу техподдержку. Мы что-то расширим, опишем детальнее, если какие-то моменты были непонятны. Сегодня я рассказывал про то, что выйдут некоторые новые экстеншены, такие как Vue.js Builder, DevTools. Они выйдут в определенных новых версиях. И сейчас их нет. Если вы хотите узнать, когда они выйдут по мере их выхода, подписывайтесь на веселого лодочника из нашего сегодняшнего первого доклада. Будьте в курсе всех изменений. Она придет вам в Telegram, в Messenger, в Facebook. Вы все это можете осмотреть. Также мы в Builder, в наш Bittrex.js CLI добавим возможность создания Vue экстеншенов, чтобы вам не приходилось руками создавать типовые конфигурации. Вы напишите Bittrex, create, Vue, и создастся экстеншен, ориентированный именно на Vue разработку. Это тот экстеншен, который я давал в самом начале. Спасибо за внимание. Вопросы? Жень, вот здесь вопрос. То, о чем ты сейчас рассказывал, где это уже и есть? Буз, облако? Это сейчас есть только в виджете. Следующий вопрос, который там будет, когда весь Bittrex и списки перейдут на Vue. Мы не планируем перевода всего Bittrex и всех списков. То есть это история больше для клиентов, для тех, кто уже использует Vue, для тех, кто хочет это как-то более тесно интегрировать, локализации и прочее. Это больше путь для них, чтобы легче было подключиться. Мы очень хотим, чтобы такое же появилось и для React, чтобы вам не приходилось придумывать однотипные вещи всем самим. Это поставлялось нами, и была какая-то документация. Пока есть только для Vue. Отлично. Еще вопросы? Давайте из зала один. У меня много вопросов. Во-первых, спасибо. У нас много времени. Нормально, нормально. Я очень быстро. Огромное спасибо вообще, что внедрили первый фрейм-йорк. Мы очень все это долго ждали. Это просто очень круто. Отдельно спасибо за то, что сделали, насколько мы видим, очень удобный механизм расширения компонентов. Это очень круто. Вот спорный вопрос, это то, что вы ориентировались на звезды GitHub. Как мы партнеры в целом выбирали себе, мы смотрели на количество скачиваний в репозиториях в целом. То есть сейчас по факту React занимает 80% рынка по всей статистике. По статистике скачиваний в NPM. То есть Vue занимает маленький рынок 10%. Поэтому многие партнеры, большинство партнеров выбрали себе React. И как бы очень не хотелось бы, чтобы получилась каригольная схема, что нам придется сейчас как-то наши проекты на бусе, которые мы написали на React, как-то переводить на Vue или делать еще тем более симбиоз. Это страшно. Поэтому очень порадовала ваша в конце фраза, что вы сказали, что сделайте такой же механизм для React. Очень этого ждем. Вопрос, будет ли вы свои наработки выкладывать как коллеги на GitHub, чтобы можно было развивать код к сообществу. Я думал выкладывать на GitHub, но там нечего выкладывать на GitHub. Там в основном это Vue. Все, что там есть вокруг, это несколько строчек кода. Единственное, что мутация и клонирование компонентов. Это единственное, что могло бы быть важно. Но я думаю над этим вариантом. Более того, следующий, возможно, будет вопрос. А как использовать, если у вас есть внешняя транспиляция, и вы используете однофайловый компонент? Сейчас никак. Но если мы выложим это как отдельное NPM расширение, и вы сможете их подключать к себе в проект, вы сможете также использовать BXVue вместо обычного Vue. Вы на самом деле ничего не потеряете, кроме вот этих всех интеграций, которые получите. Об этом я думаю. Пока по срокам не скажу. Сейчас есть более огонь-огонь презентация. Но мы к этому вернемся. Я думаю, что в NPM это появится. И второй вопрос. Классно, что появился фреймворк. И очень хотелось бы, я думаю, у всех более, те, кто работает с BXVue, это компонент заказа, компонент корзины. Это просто ужасная боль. Вот, наверное, тут просто все слезы свои прольют, потому что его модифицировать никак нельзя. И мы очень, возможно, руководство, которое здесь слышит, очень ждем, чтобы на любом фреймворке, ребята, на любом фреймворке перепишите это, чтобы мы могли это развивать и поддерживать. Потому что это сейчас не развивается. Сложно поддерживать. Слышим, услышим, услышим. Спасибо. Женя, ты услышал? Мы в курсе всех сложностей, которые сейчас есть. Я о них говорил. Это монолитный код, который вы не можете менять. Мы думаем над вариантами. Никакого решения нет. Мы никуда пока не двигаемся. Но мы вас слышим. Будем думать. Давайте еще вопросик. У меня вопрос. А как часто будут обновляться библиотеки Vue? Мы в предыдущей версии в 18.5.1 UI выпустили версию Vue 2.5.1, что ли. Там какая-то была версия. Сейчас вышло 2.6.10. Мы в следующем UI 18.5.100, по-моему, сотня. Будет уже 6.10. 2.6.10. Мы будем обновлять по мере необходимости это всякие штуки. Спасибо. Как только выйдет третья версия, мы обязательно это тоже выпустим. Единственное, что префикс у нее изменится, чтобы совместимость у тех, кто писал на второй версии, осталась. Можно задать еще вопрос? Похоже, все. Женя, спасибо большое. Давайте, давайте еще. Пока все. Давайте я к вам подойду сейчас. Почему не React, а Vue? Я об этом вскользь говорил. Кривая обучения проще. В него войти проще. Это одна часть. Вторая часть. У нас React больше заточен на создание какого-то большого приложения. Вот про то, что вы говорили. Webpack, сборка, со мной не согласны. Но вы со мной поговорите потом. А сейчас я говорю, что думаю. У нас больше библиотечный подход. У нас разные модули. Они могут подключаться на странице так, всякое, по-другому. И сборка вот эта единая. Но сложнее будет сделать React. Я не говорю, что переходите на Vue. Я говорю, что те, кто использует Vue или не использует вообще ничего, используйте Vue. Те, кто использует React, мы постараемся сделать похожие инструменты для того, чтобы вы могли легче интегрироваться с нами. Все? Еще вопросы? Нет, Женя, спасибо тебе большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok